Пока мы не выкачаем всю нефть и газ из земли, маловероятно, что кто-то пойдет дальше, то есть по пути там, ну, будем воду использовать, расщеплять, так, кислород, водород, будем там, опять же, двигатель внутреннего сгорания на водороде будет там работать. Ну, такие есть уже, как бы, моменты, недавно уже, но сейчас еще более продвинутый путь есть. Вот у нас наука, да, благодаря, в честь кого назван институт, университет московский? Михаила Ломоносова. Даже Михаил Ломоносов, если кто-то помнит этого человека, который говорил о теории эфира, то, о чем говорит Никола Тесла 100 лет назад, говорил 300 лет назад Михаил Ломоносов, о том, что все вокруг нас есть эфир, электромагнитные волны. Их надо взять и преобразовать, чтобы они давали энергию, и благодаря этой энергию человечество пользовалось, а не энергией нефтепродуктов и углеводородов. Вот именно это. Есть, не дают, понимаете, я понимаю тоже этих людей, которые, но не дают прорыва вот этому направлению, потому что эти технологии очень опасные на самом деле. Это то же самое, как в руках искусственного повара, кулинара, там, нож, это инструмент. А, ну, человека, ну, низменных, там, умственных способностей и потребностей, ну, или разбойника, а он тут превращается в грозное оружие. Точно так же и здесь. Массы, мир, они в основном, ну, к серой массе, не готовы к использованию вот этих ресурсов. Когда, представляете, у вас будет колоссальное количество энергии у всех людей, то миру страшно перестроиться вот на этот формат, когда никто ни от кого не зависит. Нет государственного уклада. Ну, возможно, что он не будет, не нужно будет платить налоги. Зачем мне платить налоги, когда у меня есть там источник энергии, который отапливает меня глубоко в Сибири. Идите вы нахер со своими правилами. У меня свои правила в моем доме, да, и империи маленькие. Тяжело, конечно. Тяжело, но вот это будущее. В любом случае мы к этому должны прийти. И, наверное, кто-то пострадает, как Данка, который там вырвал огонь из своей груди, освещая путь на светлое будущее. Или как Прометей, который там то же самое. Открыл секрет огня людям, за что наказал его Зевс, приколал его к скале, куда прилетал орел и клевал его печень. Такой человек обязательно появится, который откроет секрет вот этого преобразования электромагнитных флом нашей Земли, которые летают вокруг нас неосязаемо. Ну, мы все в них живем. И, ну, вот это будущее ждет людей. Может быть, но мне бы хотелось, чтобы это было все-таки на нашем веку, чтобы мы захватили и прикоснулись к прекрасному, вот, пока я жив. Понимаете, о чем я говорю?